Безумие – это повторение одного и того же действия раз за разом. Но как это выражение может относиться к строительству и ремонту дорожного покрытия, спросите вы? Всё очень просто. Строительство новых и ремонт старых дорог – это, безусловно, хорошо. Но у нашей власти всё очень сложно. Чите необходимы ровные, качественные и безопасные дороги. Последние несколько лет мы наблюдаем, как городская власть каждое лето превращает краевую столицу в город окопов. С одной стороны, это производственная необходимость, с другой – трудно объяснимое явление. Как объяснить то, что каждый год новый, но уже рассыпавшийся бордюрный камень меняют на новый или из-за ремонта коммунальных сетей сначала ломается, а потом вновь восстанавливается асфальт. Свидетельствуют об этом десятки любительских фото и видео в социальных сетях с бордюрными камнями, которые, не прослужив и года, рассыпаются в песок. Люди в недоумении и от того, что на некоторых участках города камень укладывают обратной стороной, объясняя это проектным решением. Видимо, по принципу той самой остановки, которую установили тыльной частью к дороге. И с каждым днём всё больше улиц попадают под развернувшуюся ремонтную кампанию по восстановлению транспортных артерий столицы. Улица Каханского уже продолжительное время находится в состоянии ремонта. Работы здесь ведутся масштабно. Это строительство детской больницы и восстановление дороги. Трудности добавляет постоянный автомобильный поток и невозможность пешеходам нормально преодолеть ямы, кучи песка, гравия и бордюрного камня. Из-за этого, казалось бы, обычный поход к врачу превращается в преодоление полосы препятствий. Ну, это же не сильно долго, по-моему, длится. Вообще-то месяц уже есть, наверное. Мы пытаемся пройти. Пытаетесь пройти? Да. Вот, иду хромаю. Ну, иду. Ну, в обход только. Временное? Ну, временное явление. Но в обход здесь проходить, а больше-то как? Ремонтом занимается муниципальное предприятие ДМРСУ, которому досталось большинство контрактов на строительство дорог на 2022 год. Здоровому человеку без проблем со здоровьем не составит особого труда пройти по улице Каханского. Однако очевидно, что именно это место является концентрацией тех людей, кому необходима медицинская помощь. Сотни пациентов четырех близлежащих больниц с раннего утра и до позднего вечера вынуждены искать безопасные тропы, рискуя вывихнуть или сломать ногу в очередной яме или запнувшись о бордюрный камень. Особенно тем, кто перенес операции на суставах, очень трудно. Вот мы и скачем через бордюры, так сказать, туда-сюда, и вот приходится. Ну, ладно, еще хотя бы переходы. Тут машины соблюдают правила движения, что нам дают перейти через улицу. Вот это хорошо. Плотные облака пыли с места строительства детской больницы возводимы руками улануденских строителей, а если быть точнее, компанией «Дом-2000». Бетонная крошка, завылакивающая все вокруг. Это тоже доставляет неудобства тем, кто приехал сюда поправить здоровье. И даже лесной массив, который очень сильно поредел из-за вырубки деревьев при строительстве больницы, не спасает от грязного воздуха. А еще лес по умолчанию превратился в место парковки. Отсутствие парковочных мест заставляет автолюбителей, которых здесь множество, парковать свои автомобили прямо в лесу. И здесь идущий к врачу выбирает лавировать между машинами или прыгать по разбитым и непроходимым тротуарам. Третьего, увы, не дано. Сложится, конечно. Даже на машине едешь, дорога. И не искали, где парковаться. Вы не могли сегодня припарковаться, когда подъехали сюда? Да, да, да. Но тяжело. Искали, искали, кое-как нашли. Каждый год мы слышим от городских чиновников о том, какие они молодцы, что начали ремонт дорог в столице. Но чтобы быть молодцами, недостаточно просто взяться за ремонт, не продумывая детали ремонтной компании. А делать максимальное количество дорог за сезон при малом бюджете – это не есть правильное и взвешенное решение тех, кто якобы радеет за чистый город и ровные дороги. Справедливости ради отметим, что подобный принцип работы не остался незамеченным и краевым правительством. В администрации губернатора настойчиво порекомендовали отказаться от такой практики, и главным критерием в работе должна быть положительная оценка забайкальцев. А пока мы имеем бесконечный ремонт и очень терпеливых горожан, которые каждый год ждут, что совсем скоро, возможно, станет лучше.